Здесь все как и полагается на состязании. Участники, жюри и ведущая. Этот специальный выпуск и чаджиа ведет журналист абхазского телевидения Арифа Кабба. Игру ребят оценивает жюри в составе министра образования Дгура Кокоба, литературоведа Диффы Габни, представителя сотовой компании Амабай Ливана Лагула и автора телепроекта Инны Хаджимба. Судить обещают не строго, но справедливо. Возобновить полюбившийся зрителям абхазского телевидения проект Иджаджиа Инна Хаджимба хотела давно. Больше года эта идея ей и режиссеру Даур Логуа не давала покоя, ведь нужно было кардинально поменять многое. Компания Амабайл замысел сразу же пришелся по душе, и они решили стать не просто генеральными спонсорами, а соавторами Иджаджиа. Вторая жизнь телепроекта требовала новшеств. Декорации, свет, сцена, съемочная техника. Амабайл взял на себя все расходы, ведь предстоит показать зрителям абхазского телевидения совершенно новый формат старого проекта. Мы считаем это одним из самых важных проектов нашей компании, потому что это образовательный проект на абхазском языке. Сегодня ни для кого не секрет, что вопрос изучения языка стоит в стране очень остро. Мы очень стараемся сделать современный актуальный продукт для молодежи, чтобы он был интересен. Здесь присутствует соревновательный момент, это позволит детям углубить свои знания в области нашей литературы, нашей истории, нашей культуры. Дать детям возможность существовать в актуальной для них среде, потому что глаз современного ребенка привык употреблять совершенно новый формат информации, новые медиа. И, соответственно, мы очень стараемся для того, чтобы студия отвечала современным реалиям. Такая студия впервые задействована в телепроекте, который будет транслироваться на Апсотельхопшра. Это специальные декорации, специальное оборудование, свет, съемочная площадка, сделаны отдельно под этот проект. Здесь работала целая команда профессионалов, и мы очень надеемся, что наш продукт понравится зрителю, для которого мы старались. Участвовать будут по две команды с каждого района. Столица будет представлена четырьмя группами. Телепроект «Иджаджа» стартует в начале нового учебного года. После жеребьевки 16 команд проведут 8 игр. Победители попадут в одну восьмую финала, ну а далее по схеме. Сильнейшие дойдут до полуфинала и финала. Мы ничего не изменились, мы оставили в таком же формате, с таким же смыслом. Мы хотим охватить как можно больше детей, чтобы участвовало большее количество детей по всей Абхазии. Кстати, я хотела сказать, что неабхазские школы тоже можем принимать, если не изъявят желание. Тут у нас много вопросов разных, и хотим, чтобы дети себя показали. И через детей хотим, чтобы взрослые тоже слышали о нашей истории, о нашей культуре. Амабайл нас поддержала, компания Амабайл. Мы очень рады, мы счастливы просто. И мы хотим, чтобы вот это все, чтобы сверкало, и что наши детки тоже сверкали на фоне этого. Специально под «Иджаджа» создали студию, отвечающую всем современным требованиям. Помимо плазменных телевизоров, в ней появился интерактивный дизайн. Телепроект, безусловно, создан для популяризации абхазского языка, истории и культуры древнего народа. Сегодняшняя игра праздничная и приурочена к вековому юбилею Баграта Шинкуба. На сцене две команды из Чиллоу и Сухума. Панаю и Абраскил состоят из учеников школ, носящих имя известного абхазского поэта и писателя. Сотовая компания «Мобайл» подготовила призы и подарки всем участникам игры. Среди массы интересного – новое издание романа «Последний из ушедших» – книги, которая сама находит путь к сердцу своего читателя.